Приветствую вас, ну и, собственно, вам коллеги сказали, что нужно релаксация, нужно овладевать техниками дыхания и так далее, но все это вы, в принципе, можете, наверное, посмотреть в интернете, все это вы можете найти на просторах интернета, а с этим, я думаю, проблем не важны. Чем проблема действительно возникает, на мой взгляд, это с тем, что вы не можете расслабиться, и так было не всегда. То есть у вас постоянное эмоциональное и нервное напряжение, и это постоянное нервное напряжение, оно не позволяет вам, соответственно, нормально спать. И давайте вот для начала попробуем спросить вас так. Когда ребенок появился так, было сразу? У вас сразу было такое ощущение, такое состояние или нет? Если нет, если не сразу, то тогда можно говорить о том, что какие-то события, какие-то моменты повлияли на вас повлияли на вас, повлияли на ваши ощущения, повлияли на ваше настроение. И причиной несочетания является не то, что активный маленький ребенок требует постоянного внимания, а именно определенные негативные мысли, определенные негативные постановки, которые не позволяют вам почувствовать себя счастливой, почувствовать себя полноценно живущей, почувствовать себя свободной и так далее. И понятно же, что с ребенком подчувствовать себя свободной достаточно сложно, если не сказать больно. Но вы ведь и не одна, по идее. У ребенка есть родственники, у ребенка есть отец, у ребенка есть, может быть, бабочка, дедочка. И понимаете, в чем дело? Вам необходимо для себя понять, что одна вы с ребенком справиться не в состоянии. Это слишком тяжело для вас, потому что вы сами пишите, да, что ребенок требует очень много внимания. Но является ли это единственной проблемой для вас? Может быть, есть еще какие-то проблемы, скажем, проблемы с мужем, проблемы в семье, проблемы где-нибудь еще. То есть, какие-то факторы, которые не позволяют вам в полной мере наслаждаться материнством. Ведь ребенок это хорошо, ребенок это прекрасно. И я думаю, что если вы его любите, то нет никаких проблем с тем, чтобы и давать ему то внимание, которое он нуждается, и ту заботу, которую он требует и так далее. Но важно, чтобы вы сами для себя определили причину, по которой есть это эмоциональное напряжение, что вас отражает, что вас напрягает, что не дает расслабить. Если вы действительно слишком сильно устаете, то нужно ребенку активно стараться передавать в руки мужа, бабушек, дедушек, родственников и так далее. Чтобы они вас разгружали. А вот если у них желания разгружать вас нет, то тогда имеет место быть определенные проблемы. Ведь в этом случае можно говорить о том, что в отношениях с вашими родными, с вашими близкими, с семьей, имеют место быть проблемы. И это значит, что данные проблемы нужно последовательно решать, так как они, так же как и факт наличия постоянного внимания для ребенка, так же являются причиной вашего нервного и эмоционального напряжения. Вы, вполне вероятно, перестали чувствовать себя женщиной, перестали чувствовать себя личностью, перестали чувствовать себя, ну, как договорным человеком. А ощущаете себя только лишь мамой, у которой есть, собственно говоря, обязанности перед ребенком, обязанности перед ним. То есть вы, по сути, превращаетесь только лишь в прислугу. И вот этого, этого, кратко-таки и нужно всячески избегать. Потому что на вас это влияет очень-очень негативно. То есть я, надеюсь, понятно, донес до вас свою мысль, что нужно работать, вам двигаться в двух направлениях. Первое направление – это налаживание контакта, отношений с родными. Так, чтобы уровень вашего взаимодействия с этими людьми, с людьми, да, с которыми вы непосредственно живете, уровень вашего взаимодействия с ними позволял пользоваться их услугами в отношении ухода за ребенком. Чтобы это было на договорной, добровольной основе, и если на пути к этому стоят определенные препятствия, то эти препятствия нужно разбирать и устранять. Дальше. Следующий момент, который нужно сказать. Это то, что вам необходимо вспомнить о том, что у вас есть еще и другие роли, кроме матерей. То вы, кроме матерей, еще и женщина, что вы еще и, вероятно всего, жена, что вы друг для кого-то, что вы для кого-то являетесь так же ребенком, то есть для ваших родителей и так далее. И на все эти роли нужно обращать внимание. В обязательном порядке, в обязательном порядке, разбирайте хотя бы полчаса в день проводить наедине с собой, чтобы приводить свои мысли в порядок, чтобы обретать некую гармонию с собой хотя бы на время. То есть просто, ага, побудьте наедине с собой без кого-то, кто не был рядом. И тем самым постарайтесь создать область, личную область, куда никто, кроме вас, доступа иметь не будет. Это поможет вам, вот все в комплексе поможет вам снять эмоциональное и нервное напряжение. Возможно, имеют место быть внутренние конфликты. Если внутренние конфликты действительно есть, то тогда можно говорить о том, что они также нуждаются в решении. Потому что при наличии внутренних конфликтов, при наличии каких-либо страхов, может быть даже имеет место быть постародовая депрессия и так далее, вы испытываете внутренние проблемы. Эти внутренние проблемы являются вследствием проблем внешних. А внешние проблемы, по своей сути, очень сильно влияют на ребенка. То есть ребенку-то ведь нужна счастливая мама. Ребенку-то ведь нужна мама, которая радуется жизни, которая подает ему пример. Пример счастья, да, пример активности, пример продуктивной жизнедеятельности, которая своим голосом поднимает настроение малыша и вообще его всячески опекает. А если у вас эмоциональное и нервное напряжение, то понятно, что вы ничего такого дать ему не можете. И это очень негативно влияет на малыша, если общаетесь с ним только вы. И понятно, что сразу свою точку зрения, понятно, что сразу свое отношение вы не измените. Не измените, это достаточно тяжело, но хотя бы начать двигаться в этом направлении тоже нужно. Пока еще ребенок недостаточно взрослый, пока еще ваши отношения с ним как таковые не сформировались, нужно двигаться в этом направлении. На этом все. Рекомендация вам да, если будет желание, если будет так сказать время, то вам нужно выбрать эксперта и вместе с ним проработать свои внутренние проблемы, чтобы устранить именно причину, по которой вы испытываете подобные негативные ощущения. Если же вам требуется эффект здесь и сейчас, как говорится, то есть вы выбираете именно результат, а не как бы качественную проработку проблем, то тогда можете воспользоваться советами моих коллег. Они направлены именно на то, чтобы в краткосрочный период решить ваши проблемы. Я не говорю, что это плохо, это тоже выбор, и это хорошо, когда есть выбор, но тем не менее, для того, чтобы полностью устранить проблему, чтобы на 100% быть уверены в том, что ваш ребенок не будет получать лишнего, ненужного ему негатива, нужно прорабатывать те самые направления, которые я описал. На этом все. И надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok,